Привет, моби-рокеры! Похоже, что-то интересное назревает. Вчера я уже как раз собирался записывать влог о Z-Wina Rich for Mary Wolve, когда увидел это фото. Пришлось ненадолго отложить запись. Объясню. На фото запечатлены Тони Кеннелл, басист американской рок-группы No Doubt, Тревис Баркер, барабанщик, который известен прежде всего по работе в поп-панк-группе Blink-182, а также он засветился в The Vandals и The Aquabats в свое время, Люк Вестман, о котором я нашел только ту информацию, что он тату-мастер из Нью-Йорка. И, разумеется, на фото также присутствует моби. А фото это выложил в своем инстаграме никто иной, как Тоби Морс, вокалист американской панк-рок-группы H2O. И, как вы понимаете, собралась такая компания, гитарист, басист, вокалист и барабанщик. Это означает, похоже, что нам надо готовить место для еще одного раздела в меню нашей группы. Обнадеживает комментарии моби в Твиттере. Громко и быстро. Тоби Морс также выложил еще пару фоток и написал, что прошлым вечером было только начало, и что нам всем придется подождать до 2014 года. Так что да, похоже, эти ребята затеяли новую группу. Ну и еще в подтверждение, на одну из догадок в инстаграме, и, наверное, это для второго альбома Трэвиса Баркера, Тоби Морс ответил, «Не-а, новая группа». Так что, если это не шутка, а на шутку это не похоже, в 2014-м нас ожидает нечто свежее, и я очень надеюсь, что панк-рокерское, с непосредственным участием моби. Да, кстати, еще я вычитал в инстаграме Люка Весмана, того самого тату-мастера. Вчера я наблюдал легендарное собрание друзей, создающих музыкальную магию вместе. Что ж, я надеюсь, вы заинтригованы, точно так же, как и я. Не скажу, что я большой поклонник H2O и вокала Тоби Морса, но в любом случае интересно, что у них там получится. Буду стараться держать вас в курсе событий, ну и в ближайшее время ожидайте влог от всеми любимой песни с Animal Rights. Пока!